Действительно, эта программа, если ты её скачаешь, установишь и запустишь перед тем, как запускать саму игру, поднимет твой фпс Оооо, ребята, ребята, смотри, 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 300 фпс Хей, здорово, дружище, с тобой Серёга, с вами Бербанана И сегодня мы будем повышать тебе фпс, но не просто повышать Мы зайдём в социальную сеть под названием ТикТок, найдём лучшие способы, и я их тебе продемонстрирую Интересно? Присаживайся поудобней, за шапку лайк, начинаем ТикТок, жёсткая тема Перебрав вот так вот пальцем порядка двух, а возможно трёх тысяч вот таких движений Я нашёл для тебя несколько действительно нормальных способов, возможно и нет Но все способы, которые я смотрел, есть у меня на канале, абсолютно все Поэтому, если ты хочешь освежить свою память, в описании я оставлю плейлист со всеми вот этими способами Итак, поехали, самая первая тема, но скажу одно У меня также есть свой ТикТок, давай подписывайся, ссылочку тоже найдёшь в описании Итак, первый ТикТокер у нас кто? А вот этот парень Как повысить фпс, седьмая часть В этот раз я буду делать это на своём старом ноутбуке Открываем моего стричка Не подведи родной Безумно сильно лагает и фпс, всего лишь 50 Выходим из кейс и открываем наш браузер В нашем поисковике пишем Game Boost HD Переходим по первой ссылке Здесь немного пролистываем и скачиваем данный файл Можете не переживать, вирусов нет Открываем архив и запускаем программу Программа не имеет пользовательского интерфейса, поэтому вам покажется, что ничего не произошло Но когда мы займём в кейс, на том же месте у нас будет 100 фпс Программа увеличивает фпс не только в Counter-Strike, но и во всех остальных играх Но есть одно но Программу нужно запускать каждый раз после перезагрузки Windows Поэтому вынесите себе её на рабочий стол Либо в другое удобное для вас место Сохрани, чтобы не забыть и подпишись Всем удачной игры! Давайте подытожим, что сказал этот парнишка Действительно эта программа, если ты её скачаешь, установишь и запустишь перед тем, как запускать саму игру Поднимет твой фпс Я не знаю, как это работает Я знаю, что разработчик, у него бдикие были проблемы вечно с этим фпсом И благодаря этой программе, какими-то там манипуляциями Твой фпс реально растёт Так что пробуй, я ставлю лайк этому видосику И мы летим ко второму тиктокеру Я сейчас представляю, ты такой Что, это всё что ли? Да, братиш, если ты выставишь максимальную производительность Реально твой фпс летит Кстати, напиши в комментариях, какая у тебя видеокарта Мне будет интересно Я от тебя слышу такие вопросы всегда Где ты берёшь скины и откуда у тебя такой большой и крутой инвентарь? Я тебе скажу где Залетаем на сайт hellstore.net И как мы видим, coinflip это новый режим Подбрось монетку и испытай свою удачу Я вижу, козырёк хочет со мной сразиться Окей, я согласен Нажимаем войти, купить, подобрать предметы и вступить Окей, 9 секунд до начала 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Я верю в свою удачу, хотя шансы всего лишь 49% Ну, давай, 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 родной И... Аааа, не сегодня козырёк меня победил Ну чё, Шелби, в следующий раз мы с тобой встретимся А для тебя я подготовил очень сочный подгон Залетай на сайт hellstore.net Вбимай мой промокод cyberbanana И получаешь 60 центов Все ссылочки в описании Ну и также личный подгон от меня В группе ВКонтакте проходит розыгрыш на 5000 рублей И буквально через пару дней уже подведём итоги Давай участвуй, я желаю тебе удачи А мы продолжаем Третий ТикТокер Сейчас тебе покажу, как можно поднять FPS в Counter-Strike С помощью одной карты за несколько секунд Заходишь на карту FPS Benchmark Ссылку я оставлю в комментариях Затем выбираешь точно такие же параметры, как и я И сохраняешь Если у тебя слабый компьютер и меньше 100 FPS в Counter-Strike Тебе это обязательно поможет Ставь лайк, если помогло Здесь парнишка всё сказал по гаднате Действительно, скачивая эту карту Устанавливая и нажимая на все вот эти зелёные кнопочки Да, у тебя FPS взлетит Не надо проходить там старт, нажимать и так далее Просто прожал всё Выходишь, начинаешь катать И у тебя всё будет круто Но заметили, что когда нажимал зелёное, зелёное, зелёное Он там парочку внизу пропустил Я не знаю, почему это делал Потому что я, когда в своих способах показывал Я прожимал абсолютно всё И FPS взлетал Поэтому давай, задача тебе такая Если ты сейчас по этому видео повышаешь FPS Первое что Прожми так, как он сказал Посмотри, как будет А потом прожми абсолютно всё зелёненьким И проверь, разница есть или нет И также напиши мне в комментариях Может быть, я что-то не понял А так летим к четвёртому тиктокеру А вы знали то, что обычными параметрами запуска и кс Можно бы установить свой FPS в полтора раза? Для этого в библиотеке в Steam мы находим кс Нажимаем на неё правой кнопкой мыши Выбираем свойства И устанавливаем параметры запуска Сюда вводим абсолютно все команды, которые написаны сверху Также 4 апреля добавили ещё одну немаловажную команду для FPS Действует она только на старых камнях от Intel Intel Core Duo Воу-воу-воу, подождите, пацаны 4 апреля, да, это раньше было Но сейчас эту функцию добавили внутрь Counter-Strike Давай покажу, где это находится Итак, мы зашли в Counter-Strike И видишь сзади фон? Прикольная тема, да? Поставь лайк, если тебе действительно такое нравится Хочешь убрать фон, либо заменить на какой-то другой? Я оставлю в описании ссылочку Я там рассказывал, как это сделать Теперь нажимаем, смотрите, настройки После чего изображение И тут летим, сначала ищем стриминг текстур Включаем И дальше летим ещё ниже И тут будет использовать убершейдеры Нажимаешь включить Либо автоматически включить Окей, и всё Как раз то самое, о чём он говорил Также он рассказывает про параметры запуска Отчасти у кого-то это работает У кого-то это нет Лагерь разделился Лично у меня это ни в коем случае вообще не работает Единственное, что я ставил NoVid И T-CRA128 Это всё Но ты перемотай назад Поставь на паузу Посмотри, что он там тебе подсказывает Сделай это у себя в параметрах запуска А потом прийди сюда и в комментариях напиши, что Да, эти параметры запуска работают И я буду знать, что можно подсказать Своим зрителям в будущем Окей, летим к следующему тиктокеру Ребят, смотрите Сейчас я вам покажу команду для того, чтобы поднять фпс На данный момент у меня 48 фпс И эта команда реально помогает Смотрите Вот, нажимаю Вводите эту команду И смотрите на ваш фпс после этого Оооо, ребята, ребята Смотри, смотри, смотри 300 фпс Короче, используйте свой фпс Я понял бы, я понял Не кидайтесь меня тапками Я знаю, что вы знаете всю эту команду Но вдруг кто-то из моих зрителей о ней не знает Также добавлю еще одну команду под названием Фпс макс меню тоже ноль Это когда ты заходишь в контрстрайк В начале, да, вот эти цифры бегают Максимум 120, там 117 и все Благодаря фпс макс меню ноль У тебя станет фпс намного больше И да, фпс макс ноль тоже повышает фпс Поэтому, братиш, пробуй Я знаю, что вы ее знаете Но я должен был ее показать Все-все-все, летим к следующему тиктокеру Но сначала Обращение лично к тебе Дружище, меня смотрят 70% без подписки Пойми, это огромнейшее число Но если ты подпишешься и поставишь лайк Во-первых, ты меня замотивируешь Я буду делать более качественный и крутейший контент А если ты еще напишешь комментарий И пригласишь одного друга То я в следующем видео разыграю для тебя две сотки Кстати, с прошлого ролика Забрал две сотки Вот этот парень Как поместить фпс в кс го? Подписывайся на мой ютуб канал Ссылка в шопе профиля Уменьши разрешение до 1024 на 768 Удалить ненужное приложение из автозапуска Все это делается в диспетчере задачи Играть он ли ММ, а не фейс? Давайте пройдемся по тому, что он сказал Первое, это уменьшить разрешение Да, это рабочая тема Чем меньше картинка, тем больше вероятности твоему компьютеру справиться с задачей И твой фпс конкретно вырастет вверх Также он говорит о том, что параметры запуска нужно почистить Да, это тоже актуально Когда ты запускаешь компьютер, он сразу не нагружается И твой фпс снова летит вверх И последнее, о чем он сказал, это 64 декрейт И я сразу скажу, что он снова прав 64 декрейт так не нагружает твой компьютер, как 128 И соответственно, что? Фпс снова будет проще Да не только фпс, в принципе, твоему компьютеру вообще лучше Окей, в принципе, я здесь ставлю тоже лайк Красавчик парень Летим к последнему способу А точнее к последнему тиктокеру, который рассказывает способы Субтитры сделал DimaTorzok 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 И на этом все Здесь же все подробно разжевывается им Как? Что нужно видеокарта? Обязательно от NVIDIA Дальше, что ты должен скачать программу под названием GeForce Experience В ней установить максимально последние драйвера После чего зайти в сами настройки Он показывает, куда она нажимать, что делать и так далее, и так далее В общем, все сам прожмешь, пересмотришь и аккуратно это сделай По английски, по русски, в принципе, не важно Там примерно тыкать будешь в одни и те же места Все, дружище, рассказал тебе подробно обо всех способах из ТикТока Я говорю, я перебрал их целую кучу Порядка двух-трех тысяч Я вот так листал и нашел для тебя самое актуальное и полезное В общем, дружище, не теряй меня Обязательно подписывайся, ставь лайк Все, смотри вот это видео И участвуй в розыгрышах Пока-пока